Всем приветик! Начинаю снимать очередной воскресный субботний влог. Сегодня у нас 19 декабря, суббота. На улице идет дождь. Южная такая наша зима. Вот там Ленчик. Скажи всем привет. Мы идем смотреть костюм Лени пошили. Сейчас мы посмотрим. Там позвонили, нам сказали, что он уже готов. Нам надо примерить, посмотреть как он будет смотреться. Потому что во вторник у нас уже утренник. Да, Лень? Вот. Потом поедем за фотографиями нашими, на фотосессии, которые мы делали. И нам тоже позвонили, сказали, что они готовы. Еще в четверг не звонили. Но получилось у меня пошли только сегодня туда. Заходи, заходи. На кармашках кнопочки есть по этому видео, да? Да, я для папы сниму, чтобы папа посмотрела. Ну, улыбнись, что ты такой серьезный. Вот такой костюм у нас получился. Настоящий. Мы посмотрели костюм. Понравился тебе, Ленчик, костюм? В принципе, прикольно. Зато никого такого не будет. Вот. Наверное, особо я что-то придумать еще. Мы поедем сейчас в Новый Город за фотографиями. И потом наш папа заказал мне сегодня сделать пирог с квашеной капустой. Он его очень любит. У нас как раз квашеная капуста. Подкисла немного. Буду пробовать сегодня готовить. Я никогда не готовила капустный пирог, но надо попробовать. Получили мы наши фотографии. Вот тут их пять штучек. Тебе понравились, зайка? Я сюда вставлю, как они у нас. Тут Леня, я. В общем, такой вот диск нам дали с фотографиями. Да. Вот будем дома разглядывать. Я обязательно сюда вставлю. Еще некоторые девочки меня просили вставить фотографии с фотосессией, когда я была беременная. Вот. Там такие классные тоже фотки. Я, наверное, эти вставлю, а потом вставлю те, которые, когда я была беременная. Там я еще была блондинка. Вот. Многие девочки написали, что у меня хорошо быть блондинкой. Но у меня очень сильно волосы испортились от обесцвечивания постоянного, поэтому я перестала обесцвечиваться. Хотя мне тоже, в принципе, нравилось. Пошли. Поехали мы домой готовить пирог. И увидимся позже. КОНЕЦ В этом году у нас в городе вот такую вот шикарную елку нарядили. Стоила она аж 2 миллиона рублей для администрации города. Вот. Я так и не могу понять, то ли она искусственная, то ли она настоящая. Но выкрашена очень красиво. Вечером льгает, конечно, шикарно. Два цвета шариков, как я люблю. Похоже на искусственную. Да, искусственная все-таки. Вот. И выглядит это как первое время чумы, скажем, потому что в городе острая нехватка бюджета, ни на что не хватает. И тут такая шикарная елка. Конечно, это на форуме в Акадонском вызвало очень сильные дебаты. Я, честно говоря, даже не тоже возмущалась сначала, но потом, когда увидела ее, на моей памяти, это самая шикарная елка, которая когда-либо здесь стояла. Выглядит она очень красиво, конечно, как в какой-то столице. Для нашего маленького города это, конечно, очень шикарная елка считается. И обычно у нас украшали вот эту елку, вот которая в правую сторону. И украшали прямо так, скажем, скудно. Там тоже немножко украсили. Но это, конечно, не сравнится с тем, что сделали. В общем, даже не знаю, как к ней относиться, но, конечно, очень приятно, что она такая у нас красивая. И сейчас у нас субботний вечер, время около 6 вечера. Я смотрю YouTube, как обычно, там Анюта, Аннабель рассказывает про коробочку. Вот. И муж заказал у меня капустный пирог. У меня тут капусты много квашенной. Я решила ее как-то использовать. И он у меня любит это все. Я, честно говоря, не очень люблю, но вот решила попробовать приготовить для него хотя бы. Тут жарю лук. Тут у меня тесто подходит потихоньку. Первый раз имею дело с дрожжевым тестом. Никогда его... Ну, там такие сухие дрожжи, конечно. Никогда не пробовала делать с теста дрожжевое. Ну, вот в рецепте идет дрожжевое, поэтому делаю из него. Капусту промыла. Не знаю, много, наверное, взяла ее. Но вот планирую сделать большой пирог. Сейчас лук пожарится немножко. Я добавлю туда капусту. Пережарю. Знаю, что некоторые добавляют яйца еще в капусте, чтобы они были более... Ну, как бы, более густые, что ли. Не растекался, не знаю. В рецепте моем, который я нашла, нет. В некоторых рецептах есть. Яйца в некоторых нет. Вот. Ну, вот, напишите, кто как готовит капустный пирог. Я его делаю первый раз. Если у меня получится, я вам обязательно покажу, что у меня получилось. Ну, если не получится, то я тоже расскажу. Вот. Ну, в общем, буду... Так, я сделала первый слой. И положила капусту. Капусту, конечно, я нажарила слишком много. У меня половина осталась. Я думаю, что придется с нее сделать в ближайшее время пирожки, наверное. Вот. И вторая половинка теста у меня лежит. Сейчас я ее тоже раскатаю и сюда закрою наверх. Вот. Ну, потом покажу, что уже... И вот такой у меня получился пирог. Уже половины нету. Так вот он выглядит в разрезе. Единственное, он получился немножко суховат. Не хватает ему немножко влажности. Хотя вроде капуста такая. То ли я ее чересчур сильно отжала. Как бы не хватает чуть-чуть, чтобы он немножко помягче. Твердоватое получилось немножко тесто. То ли не поднялось до конца. Но так вкусно. Вот уже половину съели. И вот собрались как раз завтракать. Ну, и все уже. Выходные близятся к концу, к сожалению. Уже время в 5 часов вечера, в воскресенье. Я поснимала видео для вас. Сегодня, конечно, были большие планы. Я хотела и поубираться в квартире. Но у меня муж за второй выходной. Сказал, я сам все поубираюсь. И поэтому я решила поснимать видео, пока была возможность. Дети у меня у бабушки. Скоро пойдем за ними. Или, может быть, их привезут. И, наверное, я сюда еще вставлю утренник своего сыночка в этот влог. Если он, конечно, повесится. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Какой чудесный день. Нам в снегу играть не лезть. Мы с тобою веселимся. Никого мы не боимся. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Стоять, стоять, там конфет. Вас всех поздравить, радость я, люблю я детвору. Подарков утренника, хорошо прошел он, мне понравился. Все хвалили костюм, говорили, красивый. Сегодня вторник, самый обычный день. Я отпросилась только на утренник, благо, что он у нас был в 4 часа. И что-то я так устала, не могу, уже жду, не дождусь этих новогодних каникул, потому что у меня уже просто сил нет вставать по утрам, я просто физически устала. Даже хотела взять отпуск, но, естественно, меня никто не отпустил, потому что скоро праздники. Поэтому, в общем, на работе суета вот эта новогодняя. Я занимаюсь как раз и распределением подарков. У нас подарки тоже, в общем, занимается отдел кадров. В общем, столько всего на меня навалилось, что я не могу, я уже очень-очень устала. Жду не даже с этих праздников. На улице у нас никакого новогоднего настроения, как обычно, в общем-то. Последние годы у нас так и бывает, сплошной дождь, какая-то непонятная пасмурность и никакого снега. У нас так и не было еще в этом году снега. Ну, а что говорить нам, южным городам, если даже в Питере, плюс 10 градусов почти в этом году, и в Москве толком снега нет. Но у нас его еще и ни разу не было. Очень-очень надеемся, что, может, все-таки он через неделю хотя бы чуть-чуть, но выпадет. Навроде бы, как обещает прогноз, но, честно говоря, уже даже не верится. Вот, поэтому тяжело, устало, погода вообще не новогодняя, настроения никакого нет. Хочется просто проваляться весь день, поспать, ничего не делать. Скорее бы, скорее бы, праздники. Если успею, помонтирую сегодня этот влог. Спасибо всем большое за внимание. Надеюсь, вам было интересно побыть со мной этот влог. А если вам нравятся мои влоги, ставьте лайки, подписывайтесь. Всех люблю, целую. Пока-пока.